Чтобы оплатить имущественные налоги, Татьяна Кудряшова, юрист-консульт Самарского метрополитена, обычно пользуется личным кабинетом на сайте ФНС. Процесс недолгий. Можно оплатить с помощью QR-кода или в мобильном приложении банка. О том, что теперь все налоговые уведомления приходят, в том числе в личный кабинет на портале госуслуг, узнала сегодня во время встречи с сотрудниками налоговой службы. Это новые сотрудники, как бы некоторые не в курсе, считаю, что да, необходимо, чтобы информировали, чтобы доносили информацию как для населения, так и для работников разных предприятий. Для меня была полезна встреча, то, что как бы я сумела задать интересующие вопросы, конкретно меня, и в том числе как бы разъяснили порядок уплаты налогов. Сотрудники налоговой службы приезжают на предприятия Самарский метрополитен не в первый раз. Эксперты ответили на накопившиеся вопросы в сфере налогообложения, дали практические советы и рекомендации, как пользоваться личным кабинетом, заполнять декларацию, оформлять налоговые вычеты и пользоваться порталом госуслуг для оплаты налогов. Мы с налоговой службы, будем говорить, уже сотрудничаем длительный промежуток времени. Бывает, когда приходят сотрудники, общаются с работниками нашими, доводят, разъясняют всю информацию. И другой момент, на станции Самарского метрополитена, в вагонах метрополитена у нас озвучивается информация как по грамоту говорящему оповещению, так и информация, расклеенная в вагонах метрополитена. Мобильный налоговый офис работает на территории всей Самарской области. Выездные консультации на предприятия региона проводятся на регулярной основе. Сотрудники ФНС готовы дать разъяснение по всем интересующим вопросам в сфере налогообложения. Тематика, возможно, и налоговые вычеты, например, и подключение к личному кабинету на сайте ФНС. То есть и категории налогоплательщиков могут быть разные. Физические лица, юридические лица, индивидуальные предприниматели. Сотрудники налоговой службы напоминают. Рассылка налоговых уведомлений в личные кабинеты на порталах ФНС России и Госуслуг уже началась. Срок уплаты имущественного налога – 1 декабря. Ксения Баканова, Галина Топилина, Николай Епифанов. События. Ксения Баканова, Галина Топилина.